Здравствуйте, друзья! Здесь Деменков Юрий. Сейчас я хочу взять интервью у Валентины Кошелаповой, специалист по различным фондовым программам, которые предлагает компания. В дополнение к предыдущему видео, это фондовые программы долгосрочного инвестирования через компанию «Инвесторс Раст». Итак, здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, Юрий. Расскажите, пожалуйста, более подробно, какие есть виды программ, которые предлагает фонд «Инвесторс Раст». Программа на самом деле очень широкий выбор и разнообразие. Каждый клиент может найти ответ по свое решение. Есть программы с фиксированной доходностью, есть как с плавающей, есть так и с выходом на рынок фондовый. Ну, давайте сначала про программы с гарантированной доходностью, потому что всех интересует, конечно же, гарантия. Да, есть программы отличные с гарантированной доходностью, причем как с большим сроком, это 15 лет, с плавающей ставкой от 3,5 до 6%, с ежегодным взносом. Так и программы с небольшим сроком, это 3,5,7,10 лет, соответственно, с доходностью от 1,5 до 3,5%. Понятно. Доходность гарантированная, правильно я понимаю? Да, доходность гарантированная. Если вам более точно сказать, сейчас я скажу. Значит, доходность на срок 3 года, это 1,75% в год, срок 5 лет, это 2,25%, срок 7 лет, это 3%, и срок 10 лет, это гарантированная доходность 3,6% на данный момент, потому что в дальнейшем, в зависимости от того, когда человек увидит это видео, ставка может измениться. Понятно. Валюта инвестирования? Валюта доллара. Только доллара? Только доллара. Ну, доходность, в принципе, хорошая, мне кажется, даже для России, но иностранцам это вообще не снилось, наверное, такая. Конечно, но если даже вы посмотрите, сравните в любом банке, возьмите любой российский банк, сравните валютные депозиты, их срок и доходность, вы будете приятно удивлены решениями компании «Десерт Рост». Хорошо, а вот чем же привлекательна доходность, которая, вы говорите, не гарантированная, но какая-то вот она такая плавающая? Ну, я сейчас немножко поясню, есть две программы, одна из них называется S&P 500, вторая называется MSCI. Соответственно, работают эти программы на основе либо одного, либо второго индекса. Доходность в них, она, можно сказать, тоже гарантирована по истечению срока. То есть, если берем, непосредственно рассматриваем программу S&P 500… А, то есть, там есть гарантия? Есть гарантия минимальной доходности. То есть, есть сроки у программ 10, 15, 20 лет, у программы 10 лет гарантированная, соответственно, выкупная стоимость – это 100%, у программы на 15 лет – это 140%, и у программы на 20 лет – это 160%. Соответственно, если человек инвестирует с ежегодным пополнением на сроки 15 лет, минимальная доходность по программе составит 40%. Но при этом это минимальная доходность, не так ли? Это минимальная доходность, и так как инвестор трасс – это страховая компания, то здесь застрахован именно доход. То есть, человек… А, понятно. Именно доход. То есть, если индекс покажет рост еще выше, то человек получит еще больше, чем 40%. Просто если индекс на окончании, сроке окончания программы покажет доходность менее 40%, 30, 39, 20… То это застраховано. Хорошо. И какие доходности там поиск, исторические показывают? Если взять статистику 15-летнюю, 20-летнюю, да, по S&P 500, вот вы просто сравните, да? Вот сейчас в следующей таблице вы увидите, что доходность, взять определенный год, 75-й, 70-й и так далее, другие разные доходности, то вы увидите, что на сроке 15 лет доходность всегда положительная. То есть, она всегда положительная и компания, в принципе, сильно не рискует, да? Да. И мы инвестируем именно в соответствующий фонд. S&P 500 – это от Standard & Poor's, а MSCI от Morgan Stanley, правильно? Правильно. Хорошо. Какие еще есть возможности? Может быть, есть еще какие-то фонды, какие-то возможности инвестировать, какие-то другие фонды? Конечно, есть еще две программы с единоразовым взносом – это Platinum, с ежегодным – это Evolution, да? Вот, и доходности в них, соответственно, не гарантированы, так как компания предоставляет вам доступ на фондовый рынок, которым уже сам клиент непосредственно выбирает тот инструмент, в который он будет инвестировать. Соответственно, это его риск, соответственно, и могут быть повышенные доходности, да? То есть, у меня вот есть два примера, сейчас вы увидите графики, начало и окончание, то есть, за один год у клиента получилось 20%, у другого – 30%. Это за один год? Это за один год. То есть, как бы вот только начало программы? Только начало программы, да. Соответственно, так как программа срок длинный, все может скорректироваться, да, но начало очень хорошо. То есть, есть надежда, что скорректируется вверх? Естественно. Естественно. Да, потому что сейчас все фондовые рынки растут, поэтому все растет. Но не исключено, что будет и падение, поэтому надо закладываться. Да, но так как клиенты идут именно на длинный срок, это 10-15 лет, соответственно, человек готов к временным просадкам, но результат за длинный срок всегда будет положительным. Мы заключаем договор с какой компанией конкретно? С Инвестор Страст. С Инвестор Страст? Да, есть несколько юрисдикций у компании Инвестор Страст, соответственно, клиент может выжать одну или вторую. Какие это юрисдикции? Это Пуартрико и Лабуан. Что? Пуартрико и Лабуан. Лабуан? Да. Это где? Азиатская территория. А насколько это надежно? Это что, офшоры какие-то? Ну, это не офшоры, это финансовый центр, общий финансовый центр. То есть, если взять территорию Пуартрико, то это вообще американская территория. Да. Соответственно, законодательство. Законодательство, соответственно, американское, соответственно, есть свои преференции. А какие фонды конкретно вы можете назвать? Ну, конечно, это и BlackRock, и iShares, и другие. Я могу сейчас привести просто список, который опубликован на сайте. Да. Вот сейчас вы видите список. BlackRock – это вообще крупнейший инвестиционный фонд, пенсионный фонд. То есть, это вообще крупнейший в мире, насколько я понимаю, BlackRock, и можно инвестировать. Это ведущие мировые фонды? Да, так же, как это самое. А еще раз – это, не помню, какая компания. Не подскажу. По-моему, Vanguard. Вот, ну, не могу сказать точно. Вот, ну, очень интересно. И доходности там? Доходности определяются теми фондами, которые вы выберете, во-первых, да, и на тот срок, соответственно, с которым вы будете работать. Вы можете зайти на сайт и посмотреть перечень фондов, которые предлагаются к покупке. Ну, вообще говоря, интересно. А скажите, а как заключить договор вообще, через кого? Договор можно заключить через финансового консультанта. Соответственно, в ответе на требуемые вопросы предоставите документы, компания проверит легальность средств, полученных вами, которые вы инвестируете. И только тогда вам будет возможность… А, то есть там проверочка есть, правильно? Да, полный комплайнс идет. Понятно. Мне кажется, что я задал все вопросы. Если у вас возникнут вопросы, можете задавать либо в комментариях, либо найти координаты и Валентина, и мои. Можете задавать любые вопросы. Мы ответим. Ну, а на сегодня все. Спасибо, Валентина, огромное. Мне кажется, исчерпывающее интервью. Спасибо. Спасибо.